Меня зовут Светлана Узельна и это Красоты Радио. Несмотря на то, что ему всего-то 24, уже мастер спорта международного класса по конькобежному спорту. А буквально 14 лет назад, когда первый раз встал на лед и представить себе не мог, что побежит за страну нашу по Олимпийскому сочинскому льду за победой. С большими надеждами и оптимизмом продолжает он совершенствовать мастерство свое. По традиции, две тренировки в день. Утром лед, вечером силовая или же кардио. Обязательно велосипед. Как всем, возможно, заметили, у конькобежцев у нас не так сильно развит верхний плечевой пояс, но достаточно сильно развиты ноги. Мы имеем достаточно тяжелые грузные мышцы на ногах, и поэтому бег дает свой осадок, опять же, на суставы, на колени, поэтому мы заменяем на велосипед. На силовых развивают то, что необходимо конькобежцам. Все упражнения с весом делают резко и мощно, имитируя отталкивание ото льда. Приседания до 150 я сажусь в глубокий присед. 150, если по меркам тяжелой атлетики судить, это не так уж и много, а для конькобежца самое то, чтобы продуктивно было и травм избежать. А, кстати, какая мышца у конькобежцев главная? Голова. Шутка, конечно, да, но все думают, что у нас очень сильные накаченные ноги. На самом деле, самое важное для нас мышца – это ягодичная, потому что бегаем мы за счет ягодиц, поэтому она и есть самая главная. Алексей Суворов на диете не сидит, калорий не считает. Утром каша на воде и кофе без сахара. Отказался от жареного, предпочитает вареное и на пару. Но грех за душой конькобежца Суворова все же имеется. На сладенькое налегает. К сожалению, да. Не могу от него избавиться, потому что, опять же, куча соревнований, влечет за собой кучу нервов, траты каких-то эмоциональных сил. Сладко помогает с этим справляться в какой-то степени. Если спросить, когда Алексей Суворов последний раз заезжал в Макдональдс, ответит – вчера. Кофе покупал. Когда я там последний раз ел, честно говоря, я, наверное, не смогу сказать. Последний… А, да, не смогу. Праздничный, последний праздничный ужин я себе устраивал почти ровно год назад, после того, как я пробежал по утрам на Олимпиаде. Но такие редкие вольности только спортсмену Алексею Суворову позволительны, когда за плечами олимпийский забег. Всем остальным он рекомендует вести здоровый образ жизни, следить за питанием и тренироваться в хорошем зале. Что есть хороший зал? Должны быть обязательно стойки, силовые стойки, где можно повесить штангу, где можно выполнять присед. И, конечно, где-то надо выделять обязательно кардиозону, и она обязательно должна присутствовать. Он много фитнес-клубов за свою спортивную жизнь посмотрел и здесь у нас в России, и за пределами таковой. Когда в первый раз, будучи дома в Кирове, сходил на тренировку фитнес-клуб «Фитс», сознался – это один из лучших залов, в которых бывал. Да, да, я, наверное, от своих слов отказываться не буду. Пожалуй, и в Кирове, да и в России, где мы были, один из самых комплектованных залов. Там действительно профессиональные тренера, там действительно профессиональное оборудование, и там есть люди, которые помогут вам в достижении своих определенных целей. В этом я уверен абсолютно точно. 28 февраля в фитнес-клубе «Фитс» в 12.00 состоятся первые соревнования по армлифтингу. Принять участие могут все желающие. Главный приз – клубная карта на полгода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok